Девушки отдыхают 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 Как вы видите на видео, сейчас все изменилось и сейчас это экшен-таргет-система, то есть вы бьете по местности и если вы попали, вы нанесли урон, если не попали, не нанесли урон. Но не так все на самом деле просто. К созданию игры разработчики игры Ash of Creation подходят немного по-другому, чем разработчики других игр. Они считают, что если такая техническая возможность на данном им присутствует, то они должны максимально дать свободу игрокам выбора. У игроков не будут одинаковые способности, то есть конечно найдутся два человека, у которых будут одинаковые способности, но огромное количество различных аргументов придаст игре эффект огромного разнообразия. То же самое касается экипировки, то есть можно будет даже иметь одинаковые комплекты экипировки, но разукрасив их по-разному, причем каждую часть тела, каждую часть экипировки можно будет разукрасить, вы будете выглядеть совершенно иначе. То же самое касается боевой системы. Разработчики прекрасно понимают, что кому-то приятнее и удобнее играть в нон-таргет-систему. Например, я привык в Терри играть, в Revelation, например, а кто-то играл всю жизнь в таргетной системе, например, игроки Вовы. И чтобы этим игрокам можно было играть в одну и ту же игру, разработчики планируют иметь обе системы, как таргетную, так и нон-таргетную в игре, и для этого и существует полугодовое тестирование боевой системы, где они хотят смешать эти две системы, чтобы они работали правильно. Как небольшой пример, разработчики привели ситуацию, где, например, таргетный игрок стреляет в какой-нибудь способности, а тот, кто играет через нон-таргет, от нее уворачивается. И чтобы это все хорошо работало, нужно, конечно, проэкспериментировать со всеми способностями или с большинством способностей и прийти к какому-то выводу. Это я рассказал специально для тех, кто не понимает, зачем проводить все эти тесты в течение полугода, ведь вот боевая система есть, все, давайте приступайте к крафту к квестам. В общем, разработчики подходят к этому более глубоко и хотят, чтобы проект был качественный, поэтому они сроки составили такие большие, но, как мы видим, сроки могут и уменьшиться, если у них все пойдет хорошо. Теперь, что касается контента, который нас ждет предстоящие полгода. Вначале мы будем сражаться на различных полях битвы, это будут только закрытые поля битвы, которые нужны разработчикам специально для выявления каких-то проблем, связанных с лагами, с оптимизацией и так далее. Когда это будет все решено или, может быть, даже если не решено, но частично решено, запустят осады примерно в октябре, точнее в ноябре, наверное, в декабре. И уже в следующем году запустят осаду монстров, то есть монстры нападают на ноды, мы от них защищаемся. Как конкретно будут выглядеть осады и защиты от монстров мы пока не знаем, но уже известно, что поля битвы будут выглядеть в стиле королевская битва, где мы можем встроить различные укрепления, лестницы, бункеры и так далее. В общем, это будет предшествовать осадам, скорее всего, потому что осады планируются сделать действительно продуманными, масштабными, чтобы это действительно было не просто зерк на зерк, а какие-то тактики можно было делать. Там, возможно, куда-то карабкаться, может быть, под стены что-то вырывать, какие-то подземные туннели. В общем, хотят сделать действительно качественные осады, как я только что сказал. Дополнительно разработчики сказали, что, конечно, они не будут ограничиваться только 100 игроками в одной локации или 100 на 100 во время осад, то есть сначала они поставили такую себе планку, посмотреть, как это будет работать, будут ли отсутствовать лаги или, наоборот, будут очень сильно лагать, настроить, перенастроить сервер, чтобы убрать эти лаги. Когда с этим будет покончено, они, соответственно, расширят лимит игроков, которые могут участвовать одновременно в этом событии, что я считаю очень правильно. Иногда берут уже готовый продукт и, соответственно, не знают, как он устроен. Здесь же разработчики имеют доступ к коду своего движка Unreal Engine 4, им те же самые Epic Games, как я понимаю, помогают в настройке этого движка, чтобы в дальнейшем проблем никаких с игрой не возникло. Но в любом случае нет смысла дальше уже что-то рассказывать, мы это увидим на стримах, на видео, если хотите следить за игрой, не забывайте подписываться на мой канал и там ставить колокольчик, тогда вы будете видеть все оповещения. Ну а под конец давайте еще поговорим про нашего любимого локализатора Mail.ru, пару слов я скажу, чтобы, не знаю, убедить, успокоить или, наоборот, вы поняли для себя, что эта игра не для вас. Многие из вас, скорее всего, считают, что локализаторы это некие творцы, разработчики с ними заключают договор, дают им клиенты, эти локализаторы делают, что хотят. Ну а на самом деле это зачастую не так, я думаю, в процентах 99 это не так же. Разработчики обычно вообще не дают никакого доступа клиенту изменения в файлах, а как можно что-то добавить в игру, если вы не можете поменять файлы. Более того, зачастую локализаторы не имеют прав выдавать предметы в игре, то есть у них нет админки, то есть они могут выдавать предметы только на тестовый сервер. И поэтому встает вопрос, а как локализаторы могут хоть что-то добавить в игру, если у них нет таких физических возможностей. Но даже если мы отбросим этот момент, не забывайте, что в первую очередь локализация это бизнес. И бизнес это не только получение денег, а это заключение договоров контрактов. То есть если в контракте разработчиками прописано, что вы не можете ничего делать, иначе вы лишитесь этого проекта, то соответственно локализаторы не могут ничего делать. Поэтому абсолютно вся ответственность на 100% лежит на разработчиках и их способе заключения этого самого договора с локализаторами. В принципе именно об этом представители Mail.ru и сам Стивен написали в дискорде неделю или две назад, где рассказали игрокам, как они будут сотрудничать. То что если проблемы будут какие-то с секьюрити, то соответственно и Mail.ru и Intrepid Studio будут этим заниматься. Если проблемы будут с сервером, то тоже все эти вместе будут заниматься. Потому что Intrepid Studio, то есть разработчики Age of Creation планируют сделать глобальный старт. То есть старт общий для всех регионов. Такое редко бывает. Обычно какой-то регион опережает другой и соответственно второй регион, допустим Россия или Европа догоняют Корею. Здесь же все абсолютно регионы будут стартовать одновременно. Обновления во всех регионах будут поступать одновременно. Поэтому нет такого, что этот локализатор отстает, допустим, или делает свою собственную игру. Все регионы будут одинаковые. По крайней мере так нам обещают. Ну а то что будет, слушайте, я не могу вам ничего гарантировать. Я могу сказать, передать только слова разработчиков. Дать какой-то логический вывод, сделать из этого. И соответственно поверите вы этому или нет. И я допустим поверю или нет, это уже вопрос времени. Пока ждем старта первой альфы. Ждем каких-то результатов, видео, стримов. Не забывайте еще подписываться на мой канал. Поставите лайк, если вам понравилось видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы следить за стартом моих стримов. Всем пока.